Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на очередном нашем объекте, на котором мы делаем утепление мансардной крыши толщиной утеплителя 300 мм. Вот такой вот красивый дом с двухскатной крышей, дом из газобетона. Компания «Одноэтажная столица», которая доверяет нам постоянно утепление крыш, своих чердачных перекрытий. В данном случае у нас здесь мансардная крыша. Хочу вам сделать такой небольшой обзорчик. Заходим в дом. По нашей стандартной схеме пароизоляционная пленка «Дельта рефлекс». Все аксессуары у нас «Дельта». Здесь у нас скотч, лента «Дельта мультибанд». Используем клей для приклейки пароизоляционной пленки «Дельта Тикс ВДР». Здесь вот у нас расходники, конструкционные саморезы для прикручивания обрешетки. Вот такие вот замечательные 5х70. Сухая строганная доска. Это у нас пойдет обрешетка для, ну как поддерживающая обрешетка для утеплителя и для отделочных работ. Вот. В этой комнате у нас лежит утеплитель «Урса Пурван». Вот такое большое количество его. Еще на втором этаже есть партию в общей сложности. Больше 100 пачек. Сюда идет крыша большая. Утепление 300 мм. Толщина утепления 10 см. Ну или 100 мм. Давайте поднимемся на второй этаж. Там есть небольшой участок, который мы уже утеплили. Вот такая мансардная крыша со вторым светом здесь. Так вот она выглядит. Ферма. Вроде как бы крыши двухската, но все равно здесь используется ферма, потому что от точки опоры до, ну грубо говоря, вот точка опоры у нас «Мурлат», точка опоры у нас «Коньковый прогон» в районе 7 метров. Соответственно, здесь идет сухая строганная доска 145 мм, которая соединяется на МЗП-пластины. Получается такая вот ферма. 290 мм толщиной. И, соответственно, она уже позволяет сделать без всяких там ригелей, опорных каких-то балок. Вот такую вот хорошую несущую способность. Здесь будет утепление 3 десятки, то есть, ну практически у нас 300 мм. Вот эта вот ширина. Соответственно, 3 десятки 30 см. Потом вот эта часть будет закрываться у нас. Дальше здесь вот будет отштукатуриваться. Мы это будем делать цементным таким раствором. Штукатурить по периметру и приклеивать пароизоляционную пленку. В этой комнате мы поставили леса. Пошел процесс утепления крыши. В этой комнате у нас тоже лежит утеплитель. Вот так это выглядит. Открытая упаковка. Значит, вот у нас вот такая вот плита. Такой белый и пушистый утеплитель. Здесь вот уже идут обрезанные части. Стропила расстояние где-то 59-58 см. Где-то приходится немножко его подрезать. Потому что, если посмотреть, вот на каждой упаковке есть... По каждой упаковке есть размер. В этой табличке все написано. Толщина 100 мм, ширина 600 мм, длина 1250. Получается, если там, грубо говоря, где-то 580, то идет небольшое подрезание, чтобы утеплитель заходил в стропильное пространство 1 см. Если зайти в эту комнату, здесь посмотреть... Видите, вот так вот он уже в смонтированном состоянии идет. Все протягиваем обязательно ниткой, потому что он может со временем вываливаться. Он первое время стоит хорошо, но потом, если его, грубо говоря, не затягивать, он может вываливаться. Поэтому мы всегда протягиваем ниткой. Потом здесь будет идти параллельяционная пленка и, соответственно, поддерживающая обрешетка. Ну, вот так вот поперек будет идти. Шагом 300 мм. Здесь вот тоже мы видим, что здесь все проклеено лентой. Стыки здесь мы не проклеиваем, потому что, не знаю, видно вам будет или нет, вот там вот проклеена эта часть. Соответственно, необходимости тратить лишнюю ленту здесь у нас нет. Но вот стыки, если, грубо говоря, взять обычный наш вариант, обычно у гидрозолюционной пленки стыки не проклеивать, то мы вот эту часть обязательно проклеиваем. А так это вот так вот выглядит в смонтированном виде. В принципе, это и дальше будет идти. Если взять самое сложное место у нас, тут они сухую строганую доску уже принесли. Если взять самое сложное место, которое у нас на этом объекте есть, это вот второй свет. Нужно будет выставлять большое количество рисов по высоте и делать утепление вот этой крыши. Сейчас мы проведем небольшой мастер-класс, но в первую очередь хочется рассказать по поводу одежды, которая у нас сейчас на монтажниках. Чем-то напоминает каналы Россию во время коронавируса, когда медсестра примерно ходила в подобном костюме. Вот сейчас жарко очень, у нас 30 градусов в Москве, поэтому приходится вот так вот одеваться. Вот, следующий момент. Вот такой вот утеплитель у нас на Шурсапурван. Замерили мы расстояние, да, Урал? Сколько здесь у нас получилось? Ну, померю еще раз. Сколько там? 53, да? 53. Ты сколько будешь отрезать по ширине? 54. 54, да? Да. У нас получается 3 слоя, да, здесь будут сейчас идти? Да, 3 слоя. Ну, давай, начнем. Отрезаем упаковку. Это уже готовая плита. Сейчас мы... Ты как первый слой, у тебя идет целиковый, да, идет? Угу. Отрезаем 54. Хороший утеплитель? Да. Много пыли у него или нет? Урал? Да. Пыли много или нет? Нет. Мало, да, у этого утеплителя? Угу. Дальше, после того, как мы отрезали нашу ширину, нам нужно сделать следующую процедуру. Вот здесь вот мы сделали наметки такие вот. Нам нужно вот эту вот плиту подрезать в плоскость, ну, скажем так, вот этого нашей части Мауэрлата. Вот, соответственно, нам нужно ее сделать в плоскость. Вот мы прочертили линию вот эту вот, нашли разницу, что у нас 5 сантиметров. Поэтому я сейчас от края здесь отрезаем 5 сантиметров. Ну, там супер, с ума сходить не нужно. Просто делаем, как бы, направляющую такую линию. Теперь мы делаем, переворачиваем с другой стороны, отмеряем 10 сантиметров. 5 сантиметров мы от края делаем, для того, чтобы нам потом ножом было легче, как бы, подрезать вот этот угол. Ну, тот угол, который у нас есть, так, примерно где-то градус может быть 35. Вот, если выводить ножик на край, то, конечно, это тяжело. И берем наш ножик для резки утеплителя, где он у нас. Вот он, вот такой вот нож. Называется «Стайер». Да, аккуратно, не спеша, с ума не сходим. Нам примерно нужно подрезать его в угол. Да, и, соответственно, смотрим и в эту сторону, и в ту, и начинаем резать. Все, отрезаем. Вот у нас получается такой вот угол. Не суперидеальный, конечно, но все равно, если так вот посмотреть, угол у нас есть. Потому что утеплитель, он мягкий, поэтому нам нужно... Ну, вот мы нашли такой вот способ, чтобы его подрезать. В принципе, задачу она выполнила. Это подправиться, соответственно, теперь вот эту плиту мы вставляем. Дальше в каркас. С натяжкой 1 см в каркас мы начинаем вставлять утеплитель. Дальше мы отмеряем опять по 5 см. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да, я вот с этой стороны сейчас... И, соответственно, вот эту половинку мы тоже вставляем. Это нужно делать для того, чтобы делать перехлестные стыки. Чтобы у нас стыки были в разных местах. Все, поставили еще один слой. И, соответственно, так как у нас здесь 30 сантиметров, мы будем добавлять еще один слой. Дальше он будет сейчас ставить длинную, да? Да. Потом опять длинную и потом уже сюда добавлять. То есть идет вот в таком вот шахматном порядке. Для того, чтобы у нас получился вот такой результат. Все, друзья, небольшой обзор. Если есть какие-то вопросы, пишите. А так всем здоровья и удачи. Все, всем пока.